Мир вашему дому! Здравствуйте! Сегодня я хочу поделиться, как можно научиться позитивно мыслить. Ну, во-первых, в интернете множество видео с аффирмациями. Лучше всего их надиктовать своим голосом, вот эти аффирмации. Видео это, конечно, тоже хорошо. Из видео можно эти предложения выписывать или творчески подойти к процессу и самому посидеть в тишине, помедитировать и подумать, что именно вам в вашей жизни не нравится, либо что вы хотели бы для себя иметь в плане духовного развития. Ну, и не только. Например, если вас раздражает правительство, значит, надо надиктовать себе, что я люблю мое правительство. Если не слушают дети, значит, надо надиктовать, что у меня хорошие отношения с детьми. Ну, и так далее. То есть, берете свой страх, переделываете его в уже случающее, если происходящее сейчас событие, позитивное. Записываете в тетрадочку, а потом своим голосом на диктофон надиктовываете. И когда вы говорите, потом слышите свой голос, что с вами происходят вот такие положительные, хорошие события, то это меняет отношение к этому миру. Потому что, когда в нашей жизни происходит что-то не очень хорошее, то мы это замечаем сразу. Мы это замечаем, раздражаемся. И пересказывая, как нам плохо, пересказывая родственникам, подругам, друзьям, мы программируем себя на вот это плохое еще дальше и еще больше. Чтобы изменить свою жизнь в положительную, в позитивную сторону, чтобы вы видели, чувствовали, что справедливость существует, делайте, настраивайте себя на позитивное мышление. Ну, например, если человека постоянно мучает, мучает нехватка денег, или постоянно эта ситуация существует, то аффирмация противоположная. Мне всегда и на все хватает денег, на все самое необходимое, даже на роскошь моей жизни. Не моя фраза, это перевод из Луизы Хей. «Сто одна мысль, несущая силу». Я, когда слушала эти аффирмации, то не все мне подходило, поэтому я выписала для себя только то, что подходит мне, и потом надиктовала, и потом слушала. Надо сказать, что когда я начала это слушать, то сначала все было абсолютно наоборот, то есть как будто меня проверяли, действительно ли я так думаю, или я просто шучу. Где-то в каком-то видео говорят, что надо слушать два месяца, где-то говорят три недели. Но мне кажется, что вот три недели, может быть, месяц сначала все встало на голову, а потом уже стали происходить какие-то позитивные изменения. Ну вот, это хотела сказать. Следите за собой, что вы говорите, что вы произносите. Потому что отрицательные мысли действуют на вас, собственно говоря, таким же образом, как и позитивные. Отрицательные настраивают на отрицательное, позитивные мысли настраивают на позитивное мышление и жизнь. Если хотите, чтобы что-то поменялось, меняйте свое мышление. Потому что если вы сейчас недовольны своей жизнью, значит, что-то там вас не устраивает. Значит, надо менять. А чтобы менять, надо прислушаться к себе. Какие страхи сидят внутри, с детства тянутся. Или наоборот, что хорошо. Не забывайте себя хвалить. Или помните о том, чтобы себя хвалить. Потому что человек очень быстро, ну вот, как я уже до этого говорила, что мы замечаем отрицательное. И абсолютно упускаем из вида, что мы в этой жизни чего-то добились. Каждый человек чего-то достиг уже в этой жизни. Пусть даже что-то самое маленькое. Хвалите себя за все, чего вы достигли. Не ждите похвалы от кого-то другого. Потому что важно то, что вы о себе думаете. Если кто-то вас начинает за что-то ругать, вы можете с ним согласиться, а можете не согласиться. Это только ваш выбор. Важно, что вы о себе думаете. И если вы себя любите, вас любят все окружающие. Ну, а если не все, то и не обязательно, чтобы любили все. Настраивайтесь позитивно. Надиктовывайте себе аффирмации. И думаю, что это поможет, если кто-то хочет что-то изменить. И еще раз можете найти видео «101 мысль, несущая силу». А еще хочу порекомендовать видео Нины Зверевой. Хорошего вечера. Будьте здоровы. И до следующих встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok